У сегодняшней пресс-конференции несколько тем, которые, я считаю, очень важными для всех граждан страны. Итак, обо всём по порядку. Итак, сегодня я был не то что удивлён, я был ошеломлён наглостью молдавского президента Дадона, министра внутренних дел Павла Войку. Про начальника полиции сложно что-то сказать, потому что он просто исполнитель в этой ситуации. А произошло сегодня следующее. В Бельске комиссариат полиции, исполняющим обязанности комиссара муниципия Белтс, назначен Валера. Кто такой Валера? Фамилия у него Кожакарь, но его больше у нас в стране знают как Валера, и объясню вам почему. Несколько лет назад российские пранкеры Вован и Лексус, если вы помните, они поговорили по телефону, тогда вся страна смеялась, с президентом Молдовы Николаем Тимофти от имени Саакашвили, с министром внутренних дел Олегом Балан, и поговорили по телефону с Валерой. Хочу вам напомнить эту историю. Мои источники в службе безопасности Украины предупредили меня, я уже шел на посадку в аэропорту Домодедово, должен был лететь Кишинев, где меня предупредили о том, что тебе не нужно прилетать, потому что тебя ждет наше специальное подразделение СБУ вместе с МВД, самолет в Кишиневе не сядет, этот самолет сядет в Одессе, так как Кишинев откажет по техническим причинам. Значит, задача вытащить тебя из самолета, посадить КПЗ и просто физически поломать. Я сначала думал, шутят, но эту информацию мне подтвердил через 10 минут еще один источник. После этого я переговорил с пранкерами Вованом и Лексус, и один от имени Саакашвили звонил Тимофте, второй звонил Балану. Для тех, кто забыл эти события, я это видео опубликую сейчас заново на Ютубе, на своем канале, это для представителей СМИ. Значит, это вот примерно, значит, так, я тут 20 минут записи, вы все ее посмотрите потом, ну так, чтобы... Олег, здравствуйте, это Аваков, Министерство внутренних дел Украины. Здравствуйте, я смотрю, номера не видно, не хотел ответить, но потом передумал. Я с коммутатора звоню, я звоню по... Короче, на этом видео, на этом аудио, где якобы от имени Авакова звонили эти пранкеры, Балан эту котлету тогда проглотил, значит, и Балан просит без дозволов завести газовые гранаты для разгона против... И дальше Балан говорит, я дам своего человека. Был поставлен вопрос того, что ваш гражданин Ренат Русатый приезжает в Одессу завтра и будет проводить встречу с бизнес-партнерами. Короче, дальше Балан дает своего человека, кого? Да, конечно, ну смотрите, ну смотрите, я не знаю... Вот этот Валера, фамилия которого Кожакарь. Человек, который стал очень известным в... Я просто стал очень известным в молдавской политике, благодаря тому, что первый скандал, связанный с ним, его уволили из полиции за то, что он скрыл информацию, все помнят скандал, связанный с подуре Домняска, когда погиб молодой парень на охоте. Он был тогда комиссаром Фалешт, я даже был знаком с ним в это время, я вам другое скажу. Потом, так как он являлся человеком Кавкалюка, а Кавкалюк в то время работал на Филата, на Балана, значит, этот паренек, значит, появился в ДМС, дирекциями Сюнис Печали. За всю трудовую деятельность Валеры, Валера занимался всеми грязными историями, в том числе, когда они писали рапорт, когда Патрио сняли из выборов. Вы помните, когда газетам с Теплером прикрепляли купюры по 100 лей, для того, чтобы подготовить материал о снятии партии из выборов тогда. Вот этим всем занимался, в том числе, Валера. Здесь на записях он признается о том, что он готов участвовать в незаконном задержании, фабрикации уголовного дела и так далее. Я вам покажу про Валеру, так, значит, пранкер убедил замглавы МВД Молдавии ехать на Украину ловить оппозиционера. Значит, я распечатал несколько заголовков. Значит, Валерию Кожукарь, Политию Суверикари Арфифилату, Пенаталию Амураль, Шададди, Миссиан, Друзику, Кавкалюк. Значит, дальше. Значит, Ричан в свое время, который убрал этого Кожакаря, баланс, значит, его вернул, значит, он работал и начальником отдела, и зам начальника Миссиоиспечали. Это один из самых верных людей Кавкалюка. Показать еще один очень важный момент, что на сегодняшний день есть возбуждены уголовные дела. Показать еще один вопрос. Показать еще один вопрос. Я вам хочу напомнить, когда встал вопрос о том, что готовилось мое похищение в Москве, в этой же группе был Валера. Сейчас Игорь Додон сделал предложение. Я уже говорил о том, что Кавкалюк это партнер политический Додона, и стоят и у него там филаты еще некоторых прав и грязные задачи на ближайшее время. Если Додон выиграет президентские выборы, Кавкалюк он обещал, что торжественно вернет его руководителям полиции, и Валеру вернет также на высокую должность. И я, и все нормальные сотрудники полиции в этой стране знают прекрасно, кто ты такой. Валера Кожакарь это один из тех полицейских, который должен был сидеть в тюрьме за весь тот беспредел, которым он занимался. После того, как Плохотнюк сбежал из страны, следом за ним Виталию сбежал, значит, этот самый Валерий Кожакарь, и сейчас его Додон вернул, назначат исполняющим обязанности комиссара Бельс, за два месяца разобраться с усадом. Значит, хочу сказать тебе, Кожакарь, ты для меня не полицейский. Ты для меня... Есть полицейские в стране, нормальные ребята, которые есть и в Сибири, и в Чиня, и в прокуратуре. Я понимаю, что Досар-Интентан-Дичиня, там тебе Флоча сегодня поможет с Додоном, но я лично, как гражданин страны, Ренат Усатый, как примар муниципиа Беллс, как лидер партии, говорю тебе, что тебе жизни в Молдаве не будет. Ты сядешь в тюрьму, потому что ты, Валера Кожакарь, преступник и мошенник. И если у Настаса, который проработал в МВД, не хватило возможностей или качеств руководителя МВД, значит, тебя посадить, то я, Валера, тебя посажу, потому что ты не полицейский, Валера, ты мусор. В стране все знают, что есть полицейские, а есть мусора. Ты, Валера, мусор, который сегодня в Бельце приехал в город, где за последний год у нас впервые, чтобы вы знали, у меня не было ни одной претензии к комиссариату полиции Бельц, они уже не думали, как искать каких-то свидетелей по тюрьмам. Они не занимались тем, чтобы искать где-то свидетелей, чтобы дали ложные показания на меня или моих коллег в примарии. То есть в Бельцах мы занимались работой, у нас были какие-то спорные моменты с комиссариатом полиции, но это были рабочие вопросы. И я, как мэр Бельц, и комиссариат полиции до сегодняшнего дня занимались тем, что должны были, наша задача перед Бельчанами была организовать качественное предоставление услуг населению. Это примарились со стороны комиссариата, это вопросы безопасности и всего остального. Ты приезжаешь сегодня, преступник со стажем. Валера, может быть у тебя есть другое объяснение. Я хочу вам сказать, что этот Валера после подорода у меня нашел меня дома в 7 утра, и у меня есть свидетели, Валера, и ты прекрасно знаешь. Пришел, начал ко мне плакаться, вот так и так, после подорода у меня у меня уволили. Я тогда находился в Молдавии, значит, говорит, спайте с моего кубка машин, депестихотарин, колонкуаси. И Валера еще говорит, да, я косяц, пшмиде евро, на сколько, на полгода. Дал ему 15 тысяч евро. Через какое-то время он передает, пусть усатый забудет и так далее. Валера, ты, если пришел к комиссарам для того, чтобы собрать с бизнесменов или с Бельчан эти деньги, что со мной рассчитаться, то не надо. Ты эти деньги все равно вернешь. Не вернешь их мне, значит, вернешь их своим трудом. Валера, ты должен был, начиная летом 2019 года, сидеть в тюрьме. И за это время ты должен был уже не просто сидеть, так как держат многих негодяев, как ты, сегодня в тюрьмах. Там сидят и невинные люди, но сидят негодяи, как ты. Где вы сегодня, особенно во время борьбы во всем мире с коронавирусом, ты должен, Валера, шить своими коррупционными пальчиками тысячу две масок в день. Ты бездельничать не будешь, Валера. Ты утром будешь просыпаться, получать ткань и будешь шить маски. Решим проблему коронавируса, будешь шить варежки и тапочки. Но ты, Валера, будешь швеей. Я даю свое слово чести и я свое слово держу. Я обращаюсь ко всем нормальным сотрудникам Бельского комиссариата полиции. Обращаюсь ко всем Бельчанам. Ребят, в наш город приехал просто не то, что не чистый человек, а один из самых главных подонков. Я призываю сотрудников полиции игнорировать этого мудака. Я призываю Бельчан поддержать акцию, которую я начну в Бельцах. Дадон, забери себе Валеру. Ставь его сторожем в кондрице. Пусть себе солит помидоры. Пусть себе готовит щорик. Пусть себе ощипывает курканов. Забери Валеру себе в кондрицу, если он так тебе нужен. Нам в Бельцах и ни в одном городе Республики Молдова Валера не нужен. Валера должен сидеть, Игорь Дадон. И поэтому ваша эта история, что он сейчас что-то сделает со мной, с Григоришиным. И начнется все то, чем он занимался. Устанавливать камеры, как он это делал с Марарь, Наталья. Он это делал у нас в офисе, когда они ходили, пугали людей по стране. Мне, чтобы вы знали, дайте показания на Усатого о контрабанде, о том, о сёме и так далее. Валерушка, это не пройдет. Плохотника нету. Жора Кавкалюк, такой же, как и ты, и сегодня тебе, Жора, не помощник. А ваш царь Дадон, которого вы сейчас спасаете, и Дадон, повторяю, идет на то, что возвращает полицейского, который фигурант уголовных дел. Только для того, чтобы разобраться с Усатым, Валера, ты можешь делать то же самое, как я говорил про другого. Сейчас говорить не буду, смотрят дети. Ты можешь только зайти в примарию, максимально допустимая высота для тебя, Валера, 90 сантиметров, и строго под столом делать определенные процедуры. Значит, для того, чтобы укрепить, Валера, тебя как и как-то поддержать, мы начнем добру акцию. Вот я, как бы, первый износ пойдет от меня. Я уверен, меня поддержат все нормальные полицейские бельчане. Вот эти вот, одноразовые, Валера, значит, символ твоей коррупции, твоей продажности, того, что ты готов стать подстилкой для того, чтобы занять ту или иную должность, Валера, вот каждый день мы тебе будем приносить комиссар, такие маленьких додончиков. Вот, поэтому, вот такие дела у нас, Валера. Я в Кишиню, Валер, но я еду в Бельце, я завтра буду. Ты будешь со мной просыпаться и ложиться каждый день. Я тебе просто, мы посмотрим, кто из нас будет выглядеть комиссаром, а кто из нас будет выглядеть терпилой. А ты, Валера, таким был всегда, ты же всегда бил из-за спины, ты был просто негодяем и подонком. С Валерой понятно, идем к нашему клиенту, главному. Значит, Егор Додон, оляк-президент, вышел с оляка отчетом. Значит, с отчетом он вышел сегодня, но всю прошлую неделю раздают отчеты по стране. Значит, я хочу проинформировать всех внешних партнеров, все граждан страны. Руководство ЦИКа, куда мы официально обратимся, его ворог, жюриште Акума-Сэн-Тэчис, при Гатяевском аэропорте, значит, вот этот отчет всенародного, мало того, что он врет, он самый большой лжест в истории страны, да? Значит, вот эти байки, я по ним выйду и отдельно дам пресс-конференцию. Ну, просто человек врет, всем он дарит дороги, поднял зарплаты, пенсии, победил коронавирус. Короче, только засух у него победил, всех остальных Додон тут победил. Но я хотел сказать о другом. Еще не началась официальная предвыборная кампания, а Додон и партия социалистов уже занимаются фальсификацией. О чем я хочу сказать? Значит, вот все политические партии, вот у социалистов есть газета, партия социалистов. Значит, эта газета является, во-первых, первым нарушением спецвыпуском газеты социалистов. Додон не член партии социалистов и не председатель. Это нарушение номер один. Нарушение номер два, самое важное. Значит, эту газету Додон в нескольких типографиях Молдовы напечатал. И общий тираж газеты 800 тысяч экземпляров. Официально они провели всего лишь 45 тысяч экземпляров. Вот на Бельце Додон выделил 50 тысяч газет. На всю Молдову 800 тысяч. Официальный тираж 45. То есть, это говорит о том, что 855 тысяч газет Додон заплатил кэшам наличными. Все, которые публикуют сегодня газеты. Вот я взял нашу последнюю газету. На прошлой неделе мы заказали первый тираж. Вот написано, смотрите, 300 тысяч экземпляров. Когда мы их раздали, мы заключили еще один договор на 200 тысяч. Увидели, что не успеем раздать до конца недели. Значит, переделали договор на 100 тысяч. То есть, вот смотрите, 300 тысяч тираж. Это то, что мы оплатили, как наша партия, на прошлой неделе. Плюс потом оплатили еще 100 тысяч. Дополнительный договор. Вы понимаете, еще не началась предвыборная кампания. А вы же помните ролики Додона, билборды. Билборды по 10 евро. Для всех стране стоит 250-300, для Додона 7, 8, 10 евро. Но вы понимаете, это вопиющий беспредел. И хочу сказать тебе, Игорь Николаевич, Додон и партия социалистов. Вы будете жить круглосуточно под микроскопом моим. Через который за вами буду наблюдать я. И все граждане нашей страны. Это нарушение закона. Поэтому мы обратимся в ЦИК и в соответствующие органы, чтобы приняли меры. Проверьте, пожалуйста, вот эти под миллион газет тираж Додона и почему они платят кэшем. Как это называется? Вы все прекрасно знаете. Это является прямым нарушением закона. И сегодня за это нужно привлекать к ответственности. Я ничего не сделал. И есть решение Европейского суда по правам человека. И нас сняли с выборов. А тут они делают, что хотят. Так, шэм. Понимаю, что он выборы проиграет. Игорь Додон. Вы знаете, да, в Молдове. Большинство граждан Молдовы, это люди верующие. Люди, которые верят в Бога. Я тоже верующий человек. Но то, что позволял себе делать Додон на фоне, используя при этом церковь. Вы это видели, это ужасно. Я не хочу сейчас об этом говорить. Короче, я вам презенту документ. Игорь Додон. Игорь Додон. Игорь Додон. Додон. Мы не сараем президенту Додон, мерзи к машинам, купаясь за счет бодигарды, спре Букурещи, шоурмязе, педата дедау за шопт, пойман демняцца со зборе ин Греча. Это вем шарута луи. Всалма интересант. Ажа, в детской дрипт, так стернув. Зборе елна Република, Елена Греча, ажа, 50 персони, дин сервичи дипротекции, шпаза дистат, мерку дэнсу, дин каре, 5 персони, аста искреса на документ, астал публик, дупа конферент депреса, мерку дэнсу, ку 5 пистоли глок, шко 2 соти патрудаш, 2 дикартуши. Додон, вы шо, решили поделить Румынию на две части, кого-то освободить, заложников, сомневаюсь. Во всех европейских странах есть кому заниматься решением местных проблем. Игорь Додон, ты рассказывал в прошлом году, почему езжу я на бронированной машине, я знаю. Зачем тебе 14 охранников на одну поездку в Грессу, из которых 5 вооруженных людей с 242 патронами? Да, по международным правилам они обязаны декларировать, сколько единиц оружия, кто с оружием, кто без и так далее. Значит, есть известный там специалист дом Петя Кордуняну, Петя Кордуняну като срочно, у суди кельди каш, доу туани дизин, жажема департиш. Короче, Монцелецк садук, боец куругату. Плюс Петя Кордуняну, кто его знает, внешне это такой суровый дядя, я его последний раз видел, когда мы протестовали в 16-м. Я как бы мальчик такой, не мелкий, но Кордуняну, он пониже росту, но вот где-то вот такой. И Додон часто использует Кордуняну, когда надо перевезти 100 литров каникалий спирта, как раз Петя помещается в живот, чтобы не возить с собой баклажки, эти клетчатые сумки там и так далее. Вот. И как бы докката, эстазин, брензы, шинуртин, значит, Паша Войку ищет себе тоже белую панамку. Короче, походу поедут еще и другие. Вопрос. Игорь Додон, я понимаю, что это последние месяцы твоего президента. Додон уже будет ехать до Бухареста, че не мерзли. Пришли, динтель молодого. Я как будто... Додон, для тебя и Нивы, на Ниве ездить это большая честь, понимаешь, не то, что... Вообще, я думаю, что после президентуры твоя любимая машина будет автозак, но поживем, увидим. Что это такое? И это все за деньги молдавских налогоплательщиков. Почему, Игорь Додон, в прошлый раз ты улетел в Москву? Значит, испугался. Когда я написал о том, что улетел по секрету, ты вышел на следующий день? Да, я уехал. Потом ты сказал, едешь в Москву на отдых. Потом ты скажешь, ты в санатории, и ты возвращаешься в Молдову, и говоришь, что ты не должен находиться на автоизоляции, потому что те, кто были на лечении, они не должны находиться. Правильно. Игорь Николаевич, я когда вернулся в страну, молдавская полиция, по вашему указанию, проверяла мой больничный в Германии. Проверьте, усатый был, реально в Германии. Я предоставил больничный, который отдал в центр семейных врачей. Если ты не врешь, что ты лечился в Москве, а раз на лечении, подтверждаю, согласно решению комиссии национальной от 25 мая, не нужно находиться в 14 дней на автоизоляции, если ты уехал на лечение либо в командировку. Покажи нам больничный и санаторий. Если нет, то получается, ты в очередной раз врешь, и ты должен находиться на автоизоляции. Я вам расскажу, чем занимался Додон в санатории. Вот я всегда прихожу, любая конференция, встреча с людьми, в Кишиневе, в Бельцах, по всей стране, я выхожу и говорю так, как говорю. Говорю так, как говорю с вами сегодня. Обратите внимание на Додона. Вот эти вот, важно это вот, постоянно тыкать пальцы, жестикулировать. Значит, Додон, чтобы вы знали, и многие из партий социалистов уже лет 5 тренируются в Москве. Их там учат, как говорить, как улыбаться, как делать грустное лицо, как растянуть три подбородка Додона, чтобы остался один. Где надо сделать грустный вид. То есть, с ним работают технологи, которые его, как обезьяна, сидеть, лежать, адом банан, душ, фурункил, дипотлазели, и так далее. Понимаете? То есть, адом, онкулек, и так далее. Вот эти все его там, он там был на спецоперации, он там был, не знаю, ребят, он был на тренинге. Потому что с марта, оказывается, он начал лечение. С марта это его начали учить, думают, может, Иванушка все-таки чуть-чуть его подшаманить, подкрасить, сделать грустное, придумать ему несколько версий. Вы поймите, он тратит миллионы долларов на всех этих технологов. В том числе, на всех тех, которые из Молдовы, из стран ближнего и дальнего зарубежья, работают у него сегодня. Вместе с теми, всеми, которые работали на Плохотиках. Игорь Дудон, ламуре, я не знаю, что это, что это? Захват дворца Амина. Вы едете сниматься в кино. Тогда это, как бы, его экспликация. Объясните, что это такое и сколько это все стоит. Жду больничный, ваш. Все граждане страны, вы должны были семейному врачу отдать, больничный, подтверждающий, что вы были на лечении. Иначе вы незаконно все эти дни передвигались по стране, целовались там, зажимались, фотографировали и так далее. И ставили, ставили под угрозу всех, жизнь всех граждан Республики Молдова. Короче, примерно все сказал. Иду собираться потихонечку. Завтра в Бельцах большая пресс-конференция в 21.00 на площади Василия Александрия. Будет пресс-конференция на тему участия в президентских выборах. По случаю Дня Независимости Республики Молдова, 76-летие успешное проведение Яско-Кишневской операции, бельчане, жители Северной столицы увидят градиозный праздничный салют. И с этого салюта ты, Додон, Валера, и всякие эти уроды, которые, кстати, Валера хочет бывшую банду с ДМС, часть, привести бельцы. Ребята, я теперь буду вами жить круглосуточно. И я избавлю страну от всех подонков. Неважно, в какой должности вы занимаетесь. Маленькую должность вы занимаетесь или большую. И обо всем этом тоже завтра поговорим в 20.00. Водореск узи, как мая фрумаса, невидимые ладоудышуны онлайн. Димбелц, трояска попоров и, чел мая импортант, навец фрек, дамни фереште, челефачим ладец гусгана шеи, ищи, ищи. Ну и мая солдат за ними. Акуш публиктуайте документы лестя пипажинамя руну. мд, шипи ютуб пентру журналист, пентру аминька санцеля гащейку Валера истоностров Валера разноцветная значит тотос и оптима Продолжение следует...